В конце прошлой недели в Киеве завершился юбилейный 10-й международный фестиваль «Книжный арсенал». В его рамках состоялось около 300 событий. Все события проходили с соблюдением карантинных ограничений, поэтому посетителей было на 30% меньше, чем в 2019 году. Однако события посетило достаточно много людей. На выставке побывал президент Украины Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Кстати, в футболке сборной Украины. Одной из главных особенностей подобных выставок – можно пообщаться с писателями, знакомыми и не очень. Встретить старых знакомых, которых не видел несколько лет. Так, в частности, нам удалось пообщаться с Владимиром Шокошитным, ликвидатором аварии на Чернобыльской атомной станции. Когда-то, в 1986 году, наша дискотека «Эдисон-2» сделала о нем тематическую программу и победила с ней на всеукраинском конкурсе. А в 1988 году мы вместе снимались в документальном фильме «Порок». И вот встретились на книжной ярмарке. Особенностью этой книжной ярмарки стала большая детская программа и практически отдельная выставка. Правда, на улице, а там было жарковато. Был интересный павильон для детей и на самом книжном арсенале. Но там просто павильон для игры, а не для чтения книг. Около книжного павильона ветеранов АТО произошла интересная встреча с автором книги «Жизнь после 16.30» Александром Терещенком. Он потерял обе руки во время обороны Донецкого аэропорта, а на книжном арсенале уверенно давал автографы. Потрясающее мужество. Встретили мы здесь и волонтеров из Славутича. Достаточно много людей собралось на встречи с героиней книги «Велека президентка Малой Украины». Именно так назвали книгу про Далю Грибаускайте, которая на протяжении 10 лет была президентом Литвы. В Украине про нее говорят как лучший друг и адвокат Украины. Интересный ход придумали некоторые издательства. В случае покупки второй книги она на 20 гривен дешевле, а третий на 30. Несколько кафешек прямо на территории книжной ярмарки. Очень кстати. Тут можно и посидеть, и кофе попить, и отдохнуть. Очень ярко и необычно выглядят современные украинские плакаты. Хотел купить, но, увы, не продаются. Впечатлений от посещения выставки много. Книг купил штук 15. Будете о чем вспоминать и почитать в отпуске.